Как ты думаешь, Донни, он еще жив? Донни поднимает за хвост бездыхания, кошачий труп из головы кота вытекает и шлепается на стол последние мозги. Донни внимательно смотрит на Дэви и кладет труп обратно на стол. В левом углу ринга брутальный ирландский драматург Макдонах, в правом детский писатель Драгунская. Слово бьет точно в цель, даже если слово неприлично и вслух его произносить как-то неудобно. Ну а не в пальцем какой-нибудь укол? Это тебе укол в жопу нужен, придурок! Чтобы разорить эту прелесть, нужно со всех съехать с катушек. Убери свой странный велик от моего лица, придурок! Или я раздавлю твою прелестную бошку! В роли именитых сценаристов актеры Камерного. Режиссер Хапа вживается в образ скандального Макдонаха. Он так и не знает, кто он, ретроград или пропагандист. Мы себя били по рукам, хотя полностью это не получилось, потому что мы представляем пьесы, мы представляем авторов. В первую очередь это Мартин Макдонах и Ксения Драгунская. То, что они написали, их мысли, идеи, чувства по этому поводу, эмоции. Но мы тоже живые люди, актеры там какую-то свою часть туда вносят. Мы, режиссеры, тоже стараемся. Лейтенант с острова Нешмор пьесы не для слабонервных. Театралы краснеют, смущаются, затыкая туши. Мне лично, когда я сидела на паргоне, было очень интересно. Сам по себе материалы первые гениальные, Макдонаха. И то, что было очень интересно смотреть. А мне еще тем более интересно, потому что я потом, когда это увижу в спектакле, как это будет воплощено, я, так сказать, в сознании вытащу то, что я сейчас сидела. Театр не телевидение, никакого запикивания, грубая лексика необходима. А как еще патетичных героев поставить на настоящую, часто грязную землю. Шекспира, кстати, тоже редактировали для классического театра еще в 18 веке. Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если не будет новых форм, то не нужно ничего. Удар гонга рефери останавливает драматический поединок, победило искусство. А значит, у постановщиков прибавилось работы. По условиям схватки пьесы-победители должны стать полноценными спектаклями.